Пенсионный возраст Вопросы по пенсионной системе всегда очень актуальны. И вот теперь наиболее актуальный вопрос, который волнует всех пенсионеров. Когда выплатят 5 тысяч рублей, обещанных 5 тысяч рублей? Позвольте сначала поблагодарить. Очень приятно, что Вы всегда приглашаете. Мы всегда рады участвовать в Ваших программах, разъяснять те вопросы, которые являются для Ваших слушателей, для Ваших зрителей актуальными. Действительно, сейчас, наверное, самый актуальный вопрос – это 5 тысяч рублей. Правительством было принято такое решение о выплате единовременной компенсационной выплаты. Было принято такое решение. Почему? Потому что перерасчет в 2016 году страховой пенсии, он был проведен не в соответствии с законодательством, не по уровню инфляции, а по другим нормативным правах, которые были приняты и закон был скорректирован. И вот эти 5 тысяч – это такая компенсация того, что индексация пенсии в 2016 году проведена не по уровню инфляции. 419 тысяч человек уже получают, по крайней мере, сегодня, последний день выплаты, это компенсационная выплата, уже практически получили в Ульяновске все эти деньги. На эти средства мы направили 2 миллиарда 93 миллиона. На 13 января эти деньги были перечислены и в кредитные учреждения, и на почту. Вот тем, кто получает пенсии в кредитных учреждениях, они сразу были начислены, зачислены на лицевые счета. А почта выплачивала по определенному графику. Вот сегодня у почты последний доставочный день. Сегодня выплата, вот эта единовременная компенсационная выплата, должна быть завершена. Сегодня в Ульяновске ее получат последние пенсионеры. — Ну, еще пенсионеры, я просто слышала разговор, говорят, ну, почему всем 5 тысяч рублей? Какая-то уравниловка получается. — Да, было принято такое решение, что только 5 тысяч рублей. Вот если взять среднюю пенсию, и если бы ее в 2016 году проиндексировали с учетом уровня инфляции, то в среднем получилось бы вот как раз 5 тысяч рублей. Но 5 тысяч рублей, эта сумма оказалась даже выгоднее для большинства пенсионеров. Почему? Во-первых, потому что ее все получат, и в том числе работающие пенсионеры тоже. И для тех, у кого небольшой размер пенсии, 5 тысяч рублей, это больше, чем бы они получили в размере индексации. Поэтому вот всем одинаково, чтобы работа была, и ее можно было проще организовать, ну, и чтобы было выгоднее, в первую очередь, для менее защищенных социальных слоев населения. — Все, выплата закончена. Ну, практически. — Все, да. — Сегодня последний день. — А если кто-то не получит все-таки? Может такое случиться? — Конечно, конечно. Допустим, даже уже на кредитных учреждениях есть определенное количество человек, которые не получили. Закрыли счеты, какие-то проблемы со счетом. К сожалению, люди, ну, жизнь идет, к сожалению, люди уходят. Переезжают другие регионы. На почте то же самое. Ну, кого-то не было сегодня дома. Почтальон пришел, а он ушел в магазин. Он уехал, он лежит в больнице. Он выбыл из региона. Это всегда, такие процессы, они жизненные, они всегда происходят. Нужно будет обратиться в следующем месяце, получить на почту. Или, там, если банк, допустим, какие-то проблемы со счетом, решить эти проблемы со счетом, обратиться в пенсионный фонд, и мы все это доплатим, конечно. То есть выплата будет продолжаться в феврале, будут появляться пенсионеры, которым будет установлена эта выплата в феврале, в связи с тем, что пенсия еще не назначена была. То есть эта работа не заканчивается в январе. И те, кто еще не получит, мы все эти проблемы и дальше будем также решать. — Ну, начался 2017 год, и будет ли повышение пенсии в этом году? — Да, обязательно будет. — Причем принято уже решение принципиальное правительство МСФ, что в этом году мы возвращаемся к старому принципу, тому принципу, который записан в законодательстве. Индексация пенсии, в основном, конечно, это страховые пенсии, по уровню инфляции. Процент уже озвучен, и уровень инфляции процента озвучен, и уровень индексации пенсии. Это 5,4%. С февраля такая индексация будет произведена всем пенсионерам, кто получает страховую пенсию. Мы уже получили соответствующие нормативные правовые акты. Сейчас проводим работу по индексации, готовим выплатные документы, вот такой определенный период, чтобы с февраля уже эта пенсия выплачивалась в новом размере. То есть индексация будет с февраля тем, кто получает страховую пенсию, с апреля тем, кто получает социальную пенсию, пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Но там пока процент еще не определенной индексации этих пенсий. Ну, по февралю уже известно, да, сколько получится. Да, 5,4%. Вот у нас средний размер пенсии был 11,600 в Ульяновской области, страховой пенсии. Где-то будет 12,250, 12,270 средний размер. То есть увеличение составит 650-670 рублей. А сколько пенсионеров ульяновских получат? Ульяновских 420 тысяч пенсионеров. Но индексация сегодня проводится за исключением пенсионеров, которые работают. И 420 тысяч это всех пенсионеров. Это и те, кто получает социальную пенсию, пенсию по государственному обеспечению, это и работающие пенсионеры, то есть это все пенсионеры. Индексацию получат те, кто получает только страховую пенсию. И не работает. Вот такой средний прибавка, где-то 620-650 рублей. Все зависит от индивидуального размера пенсии. Понимаем, что процент умножается пенсиям, умножается на проценты, прибавка средняя. А почему работающие пенсионеры не получат? Для работающих пенсионеров уже второй год действует немного иное законодательство. Работающим пенсионерам пенсия не индексируется. Вот ежегодная индексация к пенсии работающих пенсионеров не применяется. Пока они работают, их пенсии выплачиваются в том размере, в котором она была установлена. У них производится только ежегодный перерасчет пенсии за счет тех баллов, которые они заработали. Вот они год проработали, заработали какие-то пенсионные права. Вот им из этих пенсионных прав производится с августа перерасчет. Пенсия увеличивается. Индексация пенсии у них не производится. А вот когда они прекращают работать, ну, допустим, он год, два, три работал, индексации ему не делались. А когда он прекращает работать, выходит уже на пенсию. Ему все эти индексации, которые были за период его работы, они все делаются для него. И пенсия, как только он прекращает работать, будет выплачиваться ему в другом размере с учетом уже всех индексаций. То есть в работочке миссионеров немного иной порядок индексации пенсии. Ну, может быть, это и правильно, поскольку они еще и зарплату получают. Да, да, у них два дохода, и может быть. Ну, еще один вопрос, который тоже волнует, ну, уже не пенсионеров, а будущих пенсионеров. Накопительная часть пенсии, что с ней происходит? Вот непонятно просто. Очень много тоже перемен произошло с накопительным элементом пенсионной системы в последнее время. Очень много было сделано правительством, и в основном все эти усилия были направлены для того, чтобы навести порядок на рынке инвестиционных пенсионных накоплений, обеспечить такую большую устойчивость этого механизма и разобраться в тех инструментах, которые там есть. Во-первых, что хотелось бы сказать, и очень важно, это то, что была создана система гарантированной сохранности пенсионных накоплений. И еще раз все участники рынка инвестиционных пенсионных накоплений прошли отбор, чтобы войти вот в эту систему гарантированной сохранности пенсионных накоплений. Не все вошли, было больше 120 некосударственных пенсионных фондов, больше 55 управляющих компаний, а вот вошли вот в эту систему всего лишь 41 НПФ и 35 управляющих компаний. Вот они, теперь только эти компании имеют право работать на рынке инвестирования обязательного пенсионного страхования. Только вот они. Этот список можно найти? Видите, на нашем сайте, на сайте правительства, на сайте Центрального банка, который является мегарегулятором. Это первое. То есть создана система гарантированной сохранности пенсионных накоплений. Раньше, да, было законодательство, да, оно позволяло, но, к сожалению, проблем было много. Теперь система засознана, заработала, и все участники еще раз прошли фильтр. Что второе? Второе. В 2015 году все мы имели право выбрать свою дальнейшую судьбу с накопительным элементом. Вот что мы хотим? Хотим, чтобы у нас была только страховая пенсия, или все-таки хотим, чтобы у нас была и страховая, и накопительная? Вот в 2015 году все такие, такой осознанный выбор, все работающие граждане сделали. Не знаю, вы, например, делали, не делали. Он был у некоторых по умолчанию. Допустим, если раньше человек выбирал не государственный пенсионный фонд или управляющий, то есть инвестировал уже, участвовал в рынке инвестирования, все, значит, у него накопительный элемент сохранялся. Если он только был умолчаном, так называемый, у него была только страховая часть, ничего не делал, вот как платились деньги, так там и лежали, он вот ушел в страховой элемент. Это неплохо и нехорошо. Это абсолютно нормально, когда в системе, вот в накопительном элементе остаются только те, кто реально понимает, что это такое, реально понимает, как заработать там, то есть реально хочет инвестировать эти пенсионные накопления и понимает, как это делать, то есть реально этим занимается. Те, кто не занимается этим, кто не понимает, что это такое, лучше, чтобы эти пенсионные права формировались в страховом элементе пенсионной системы. То есть у нас был выбор, и мы его выбрали. А если вот люди вдруг опомнились и хотят накопительную часть эту вернуть и куда-нибудь вложить? Все. Уже нельзя. Выбор один раз, да. Там остались определенные промежутки для тех, кто только сейчас устраивается на работу, ну для тех, кто только сейчас вступает в пенсионную систему. А вот выбор мы все сделали. Теперь что еще хотелось бы сказать? Какие еще изменения произошли? Менять страховщика, вот менять управляющую компанию, государственный пенсионный фонд можно каждый год. То есть раз в год посмотрели, какую доходность вам обеспечивал, как заработал, не понравилось, поменяли. В следующем году посмотрели, не понравилось, поменяли. Можно раз в год, но тогда вам вот эта система гарантированной сохранности пенсионных накоплений только номинал гарантирует. Когда вы часто меняете, ну как вот банк, вклад, тут, тут, тут. То есть когда вы раз в год меняете, вам гарантируется только номинал. То есть вложили 5000 рублей, 5000 рублей вам гарантируется. Если вы меняете страховщика раз в 5 лет, то вам гарантируется еще и доходность. Поэтому часто менять страховщика это невыгодно. И сегодня не нужно бегать каждый год из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Поэтому это делать не нужно. А до какого периода можно поменять? Всегда. До выхода на пенсию, до получения этих средств в виде размера пенсии. То есть в течение года, да? А, в месяц в течение года? До конца года. То есть раз в год мы имеем право сделать такой выбор. До 31 декабря это нужно сделать. На следующий год. И так же каждый год. Но часто менять это невыгодно. Что еще изменилось? Даже не изменилось, а, наверное, больше всего вопрос возникает у людей. Мораторий так называемый. Да, вот, наверное, слышали об этом. Он, к сожалению, продолжает действовать и на 2017 год. То есть вот все те, кто выбрал осознанный или неосознанный накопительный элемент, у них сейчас средства пенсионных накоплений новые, не формируются. Вот все, что заработатели будут уплачивать в 2016 году, в 2017 году, оно пока будет идти в страховой элемент пенсионной системы. Но он также там будет индексироваться, и пенсионные права ваши будут сохраняться. То есть человек-то ничего не потеряет. Но вот эти пенсионные накопления пока формироваться у него за эти годы не будут. Но все, что было у него сформировано ранее, до моратория, он также имеет право инвестировать, также имеет право зарабатывать, выбирать НПФ или управляющих компаний для того, чтобы они прорастали. А вот новое туда пока не перечисляется. То есть прежнюю накопительную часть, что ли? Прежние деньги, которые там были, они продолжают инвестироваться, их можно менять страховщика, и они работают. А вот новое пока туда не уплачивается, пока действует моратория. Ну, для этого надо подойти в пенсионный фонд, опять же, да? Чтобы выбрать нового страховщика, это можно сделать и в пенсионный фонд, это можно сделать на сайте госуслуг, на нашем портале. Это можно сделать в этих страховщиках, в негасуарственных пенсионных фондах. Что бы я посоветовал вашим слушателям? Наверное, тоже и к нам очень много обращений, и к вам. Мы сейчас говорили перед эфиром с вами, что много вопросов задается. Люди, не люди, а представители негасуарственных пенсионных фондов ходят по домам и что-то предлагают. Ну, предлагают, в первую очередь, перейти в их негасуарственные пенсионные фонды. Я все-таки хотел бы попросить и ваших, наверное, слушателей, и наших клиентов быть осторожнее. В первую очередь, осторожнее с тем, кого вы пускаете домой. Это не всегда безопасно в сегодняшнее время. Быть осторожным с передачей им своих персональных данных. Неизвестно, где окажутся потом ваши документы. Копии паспорта, где окажутся, те паспортные данные, ваш СНИЛС, ваши фамилии, имя, отчество. Я все-таки советовал бы, это такой серьезный выбор, выбор страховщика, выбор направления инвестирования, пенсионных накоплений. Я все-таки считаю правильным этот выбор делать в офисе этой компании. Хотите выбрать какой-то инвестиционный пенсионный фонд, идите в офис. Вот там поговорите с консультантом, который сидит в офисе. Все-таки дома делать это небезопасно. Я бы не советовал пускать этих людей дома. И еще, люди до сих пор ждут письма от пенсионного фонда. Будут ли в дальнейшем эти письма? Нет, вы знаете, уже, по-моему, мы сейчас говорили, более пяти лет, как мы отказались от рассылки извещения в состоянии лицевого счета. Это было очень невыгодно. Мы в целом по России 100 миллионов писем отсылали. Очень большие затраты у государства были. На отправку этих писем. А письмо это идет непростое, письмо идет заказное, потому что там конфиденциальная информация. И, к сожалению, обратной реакции от людей мы не видели. И очень много писем просто лежало на почте и не получалось. Они были не востребованы. Поэтому было принято решение о том, что нет, информирования больше не будет. Но сейчас активно развиваются электронные сервисы. Да, нет этого письма, но никто не запрещает получить эту выписку, во-первых, в самом пенсионном фонде, если человеку она нужна. Всегда можете обратиться в любой офис в стране в пенсионный фонд и получить извещение о состоянии своего счета. Это первая возможность. Вторая. На сайте государственных услуг, госслуги.ру, всегда можно получить извещение о состоянии своего счета. Второе. И третье. На нашем сайте, на нашем портале электронных услуг также есть такая услуга, извещение о состоянии своего счета. Там можно все посмотреть. То есть есть электронные сервисы, кому эта выписка нужна, всегда могут ими воспользоваться и получить выписку. Кто не может пользоваться электронными сервисами, всегда может пойти в пенсионный фонд и получить у нашего специалиста. Я думаю, это более правильно, и сокращать затраты государства, в первую очередь, неэффективные расходы, это нормально. Сейчас все перед компьютерами сидят, и это проще будет. Кстати, по поводу электронных услуг, какие еще электронные услуги пенсионный фонд предоставляет? Очень много и практически для каждой категории населения. Давайте посмотрим, какие-то категории населения, с которыми работают пенсионные фонды. В первую очередь, пенсионеры, их больше всего. Какие для них услуги? Получение информации о размере пенсии, справка о размере пенсии. Второе, это выбор способа получения пенсии. Получал на банке, можно перейти на почту, получал на почте, перейти на банк, поменять кредитное учреждение. Банк хотел счет в одном, открыл счет в другом. То есть теперь все это можно сделать на нашем портале и на сайте госуслуг. Это такие наиболее массовые, наверное, услуги, которые востребованы именно пенсионерами. Второе, это работающие граждане или те, кто буквально скоро пойдет на пенсию. Вот те, кто скоро пойдет на пенсию, уже могут на нашем портале подать заявление о назначении пенсии. То есть не обращаться уже в пенсионный фонд, а с помощью, вот сидя на диване дома, подать заявление о назначении пенсии. Также выбрать способ доставки этой пенсии, опять же, банк, кредитное учреждение или еще что-то. Узнать о состоянии своего лицевого счета, вот то, о чем мы говорили. Просто сколько баллов накопилось или если накопить на пенсии, кто инвестирует сегодня эти пенсионные накопления. То есть узнать все о своих пенсионных правах. Это для тех, кто работает. Для тех, кто тоже является нашими клиентами и для молодых людей, кто является владельцами материнского капитала. Они также могут получить и информацию о размере остатка средств материнского семейного капитала. И подать заявление о распоряжении средств материнского капитала. И даже подать саму заявку на получение средств материнского капитала. То есть все, что касается материнского капитала, они могут сделать на этом портале. Особенно актуально для тех, кто сидит с ребенком дома и не имеет возможности обращаться в органы пенсионного фонда, не хочет это делать, они все молодые. То есть они могут полностью все права реализовать на портале. У него есть право, второй ребенок родился, пожалуйста, заявление, получили сертификат. Нужно распорядиться, подали, можно распорядиться. То есть практически электронные услуги есть для каждой категории населения, для тех, кто проживает за границей. Новые услуги в этом году будут для тех, кто получает набор социальных услуг, кто является разными льготниками федеральными и у кого к размеру пенсии еще доплачут ежемесячные денежные выплаты. И она может доплачиться в натуральной форме и в денежном выражении. И там можно применять эту форму или в натуральной, или в денежной. Для них тоже будут новые услуги. Мы сейчас запускаем, буквально, наверное, в феврале запустим мобильное приложение. Оно пока будет ограничено, там нельзя будет подавать заявление, потому что это связано с безопасностью, которую нужно обеспечить и с интенсификацией личности. Но посмотреть о своих пенсионных правах, посмотреть о своих баллах, посмотреть о размере пенсии, там можно будет. То есть услуги есть для каждой категории населения. Пользоваться этими услугами очень просто. Наш портал pfrf.ru, там есть портал электронных услуг es.pfrf.ru. Это удобно, это легко, это просто. И уже очень много людей пользуются этими услугами. В прошлом году 29 тысяч пенсионеров уже воспользовались порталами. У нас более 50% заявлений о назначении пенсии подается уже с использованием электронных сервисов. Материнский капитал чуть-чуть пока поздно сервис внедрили, там 47%. Заявление уже в прошлом году было подано с использованием электронных сервисов. Вот вроде только сервис мы начинаем внедрять, а он сразу востребован. Удобно, да. Ну, раз вы заговорили о материнском капитале, он вырастет в этом году? Нет, к сожалению, он не вырастет. Да, размер материнского капитала в 2017 году останется такой же, как и был в 2016 году. Это 453 тысячи рублей, ничего здесь не меняется. Право на материнский семейный капитал получат все, кто родят ребенка до 31 декабря 2018 года. Тоже здесь ничего не меняется. Вы знаете, что есть четыре направления, по которым можно использовать средства материнского семейного капитала. Самое, наверное, востребованное, но в целом в России и в Ульяновской области больше 95% это улучшение жилищных условий. Второе, это образование ребенка, любого, причем первого, второго, третьего, неважно какого. Накопительная пенсия мамы. И новое направление, которое появилось в 2016 году, это приобретение средств для социальной адаптации, интеграции в общество детей-инвалидов. Пока еще мы со всеми такими семьями пообщались, но пока вот направление еще не заработало. Там очень дорогостоящее оборудование, мамы думают, что еще можно не тратить. Поэтому материнский семейный капитал в 2017 году продолжает работать. Ну, это хотя бы вот это даже радует. Да, все продолжает работать, все без изменений. Ну и вопрос, который вот сейчас у всех на слуху тоже, о повышении возраста пенсионного. Вы знаете, что решение принято для государственных служащих, обсуждается на уровне экспертного сообщества решение по, в целом, по обычным пенсиям. Но я думаю, что это не решение ближайшего времени. Это идет обсуждение на уровне экспертного сообщества и не более. Социальный блок правительства и само правительство последовательно выступает против этого решения. Нам нужно все изучить сначала. Вот понимаете, решение о сегодняшнем пенсионном возрасте, почему 55 женщин и 60 мужчин. Это же не какая-то вот дата, которая удобна с точки зрения экономии, бюджетных средств или с точки зрения финансовых институтов. Ну, почему 55-60? Это очень давно, в 50-60-х годах XX века было проведено, в первую очередь, медицинское исследование. А когда человек теряет трудоспособность? И вот эксперты дали такое заключение, что вот женщина в 55, мужчина в 60. Потому что, чтобы сегодня говорить о вообще изменении этого возраста, нужно сегодня провести масштабные исследования. А сегодня что изменилось? Вот эти границы подвинулись или не подвинулись? Нельзя же к вопросу повышения пенсионного возраста подходить только с точки зрения экономии бюджета. Это очень сложный такой и демографический, и экономический вопрос, который не может быть решен вот только с одной точки зрения. Ну вот мы будем экономить бюджет. Причем и социальный блок, и пенсионный фонд постоянно говорят о том, что и экономии-то там особо нет никакой. Поэтому давайте мы все посчитаем сначала, мы посмотрим. И главное-то не экономия, а главное вот действительно определиться, вот эти границы сдвинулись или нет. Вот что сейчас происходит? Да, мы стали жить, может быть, немного лучше. А что с нашим здоровьем стало происходить? А какие последствия этого решения будут демографические? Какие последствия будут экономические? Сложно сказать. Вот сегодня в Ульяновске 130 тысяч работающих пенсионеров. Большое число. Практически 30, даже больше 30%. Это непростой вопрос сегодня, он только обсуждается на уровне экспертного сообщества. Никаких решений нет, и в ближайшее время, я надеюсь, что не понять. Ну, вот говорят, 20-й год, такая планка поставлена, до 20-го года, да? Возможно. Все-таки нужно сначала этот вопрос проработать, изучить. Самый главный, базовый принцип, что изменяется со здоровьем. Можно, конечно, сделать любой пенсионный возраст, но можно сделать 67. А что изменится-то? Люди, что будут подходить здоровее к этому возрасту, будут пенсии по инвалидности. Ну да. Но это же объективный процесс. То есть, вы все равно выплачиваете? Да, все равно будем выплачивать пенсии. Поэтому это очень сложный вопрос. Нельзя сказать ни в 20-м, ни в 17-м, ни в 19-м, ни после президентских выборов. Давайте сядем, изучим, проработаем. Честно скажем, что границы сдвинулись, какие последствия будут, такие, такие, такие. Даже просто расчеты покажем. Вот финансовый блок говорит, будут экономии. Расчеты видели? Я нет. И никто не показывает расчеты. Ну вот было бы хорошо, если бы почему хорошо. Для кого хорошо? Где экономить? То есть, это вопрос, вот, больше такого пока декларативной характерности. Ну надо бы повысить, ну надо, давайте посчитаем. Поэтому пока, мне кажется, рано еще говорить. Спасибо, Александр Владимирович. Мы очень рады, что вы не отказываете нам приходить к нам в студию. Спасибо. Спасибо огромное вам. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова